у нас все сегодня заняты вот сегодня у нас воскресенье 12 июня 2016 года мы сходили в храм помолились отобедали с тобой сидели ты говоришь у меня вопрос есть хотя бы давай пойдем записать не кому так немножко так говоришь я слышу так ну у меня конечно же вопрос в первую очередь когда вот я благословлялся чтобы приехать сюда по скайпу беседа у нас с вами была я был намерен сына ну чтоб вот привести сына чтоб он побыл в лагере что чему-то научился согласен я встретил согласно но он живет с женой с которой мы вместе не живем анастасия вот и я сообщил что вот будет лагерь я приехал лагерь подготовить его и хочу чтобы он приехал сын давай она говорит хорошо я подумаю она написала потом проходит время я говорю ну что это когда планируешь что она говорит у меня там рассказал что какие-то проблемы двор покосился или еще что-то там говорит мне он нужен и он со мной будет останется а ты горит уходи из этой секты вот так вот она мне написала ну я вот сейчас думаю что предпринять то ну если по большому счету мусульман тут один вопрос мусульман это очень просто решается у нас не разрешается так у нас остается только одно оружие молитва отношения твои такие что она тебе его не дает не даст и под разными разными причинам а теперь главное это секта она знаешь что такое секта нет конечно она слышала секта это что-то не такое как она а вот она не ходит все это она может живет она неправильно что угодно в неправедном уже понимать но и писание не знает но она не секта она сходила к батюшке рассказала батюшка то как раз из таких вот бы набирает женщин и ягни конкретно не говорю еще тогда какой ответ ответ такой какой есть его надо так принять ты сделал все возможное а они то что приехал приготовил место его вы приняли не хочет ничего не сделать грязь отступиться просто вот это продолжается много лет уже а сын растет без меня без ну без мужчины так скажем да рядом уже говорить надо я не знаю голоса не слышит нет просто я чё говорю что он вот он по телефону со мной разговаривает я слышу голос он женские палатки вот это все так понятно женщина воспитывает ну вот ну и как как вот и я да по закону по государству имею право хотя бы раз в месяц с ним не знаю вопрос это не со мной решается с органами таком ровно вот я и хочу дальше вопрос вопрос этот решает органы и твое расположение я думаю тут еще нельзя сделать все пойдет против тебя бывает детей выкрадывают нанимают там адвокатов никогда не совета надо довериться богу впереди была ошибка что ты женился на ней а тебе любую да я тебя вот узнал так я ее не знаю но думаю что ей было с тобой не сахар во первых за тебя скрыться нельзя ты никакой я тебе это говорю открыто если стараясь тебя с собой везде брать ну хоть маломальски научиться и думаю что пойдет дело физически работать а другой самой собирался приехать и нет я не выдержу вторая жена уже бросила все и но это не тот каким ты был таким ты остался казак лихой как она поет то зачем зачем ты снова повстречался зачем нарушил мой покой то есть она им жила она знала вон лихой я недавно прочитал соколовский один такой сейчас человек во время войны как он был сколько раз по статье под расстрел попадал и господь его спасал и вышел герой советского союза и последний раз когда они захватили там двух генералов немецких убили где-то ему шашка взорвалась в руках оторвало руку на другой пальце ну и вот партизаны то утащили как партизаны в москву его и он остался живой и потом написал письмо сталину говорит нашей белоруссии после отхода немцев там полный развал дайте мне столько-то денег я сделаю миллионером и написал как есть сарай сколько коров поля все написал из письмо дошло до сталина а свои которые местные райкомовские то письмо не пропускали и сталин сказал отпустить деньги то и он сделал передовым это первый почти колхоз миллионер в советском союзе герой социалистического труда стал уважаю считать даже над коммунист конечно я просто пробила его говорю вот такое дело значит тут еще не сделать ну давай дальше второй вопрос ничего не делает никаких там других признаков у тебя не будет пока она не смирится а есть надежда то на исправление надежда всегда меня меня вот я хочу с исправила хочу трудно то скажи вчера сегодня с тобой поговорил ты на пятках поднимаешься вот так раскачиваешься я тебе сказал что это блудная лихорадка и сегодня как ты в храме стоял сегодня у меня жгло стопы вот и я боролся вот с этой привычкой вот и и все время думал про ноги и видеофильмы смотрел нехорошие нехорошие какие блудные за ну всякие картины при только я поговорила когда я говорил ты немножко вижу огорчился что я тебя на этом ты качаешься и назвал таким не хорошим словом эту привычку поднимаешься с носков на пятки в храме это потому что ноги не привыкли это не при не в ногах горели ноги прям это это душа страх божий все при побеждает я сказал зачем он сырки играть и на блуде не надо баре бороться на тебя напал это уже хорошо то есть он теперь не скрыто он прямо объявил войну тебе он на меня нападет еще через себя скажут нажимой сосуд нормально был и на по напал на этого мертвеца и теперь он со мной бороться начал вот соответственно теперь нужно мне немножко программу как с ним бороться молитвы постом христос сказал после молитва живот убрать дальше работать до пота как я тебе сказал уезжал вот когда приезжал на день деревне то я тебе какие наказы дал ты их выполнил практически ничто не выполнил ну давай по порядку что какие были ну бегать до лагеря туда-обратно но не бегал про ну очень редко редко то есть не бегал так почему не бегал внутри противление противление ты приехал сюда научиться чего-то апатия апатия какая-то такая уже на себя думаешь ну уже отчаяние какое-то вот что бежал когда ты бежишь то сатана не может подходить когда работаешь вот есть морозка богата старый мороз и молодой но сар это начал с одним бороться с барином а молодой ну кому достался какой-то мужик то замерзает он все скинул наоборот давай работать и этого мороза то упарил ты наоборот не давай ему под морозом видно дьявол показывается а ты нет если лапки к верху еще что тебе говорил мне вот это вот сейчас что еще нужно тебе делать не вот это запала почему-то больше ничего не говорил как будто бы почему а ну кушать будет этот лекарство мед на вечер вечером есть его ну забывал часто днем тогда думал есть еще что какое лекарство мед мед ну разве плохо сказал мед ложку меда с теплой водой любой бы сказал вот мне бы такое послушание я послушание это даю смешные но в этом есть тебе нужно здоровье поправить поправить она у тебя запущена несмотря на то что ты пузатый уже делаешься это выбросить надо ты бежать не хочешь она тебе даст живость вот сегодня я много один час 20 минут еще не ложился я удивили я удивляюсь конечно сейчас двадцать я уже на ногах вам позвонил вы пришли и все и храме здесь еще сейчас на поле на велосипеде поехал там прогнал коров пасут хило потом с тобой тут разговоры но еще что у тебя еще вопросы да вопросы сейчас никите говорю никита а почему ты когда идешь из церкви не забегаешь на суда на шарик и шарика не берешь прошлом году ты же все время бегал туда и обратно покормили идут люди ты схвата хватает его сюда а разве это было полностью забыл я давай припомним как было я иду с инструментом туда ты за собакой да было возобновить то есть не то что не делать а забыл в него есть что у них это рыба ловить каждый день он забывает забывает а тут никак не забывать это у меня события дня 180 уже дней а 180 6 месяцев полгода 6 утра 18 еще ни разу не пропустила сейчас даже не пишется есть одно пишу понял а говорят это тему это враги вам подсунули чтобы знать чем вы занимаетесь неплохо принимаю я зато выжил такое никогда бы этого не было здесь а то это я просто в дневник записывал а сейчас я открыто всем говорю так что за вопрос еще вопрос но у меня постоянно вот это вот это народ это же нормально вот когда постоянно переживаешь за родителей молишься чтоб они были ну родились свыше такое вот у меня постоянно идешь уходим ну такое желание есть вот молиться о них но я счет это чем спрашиваешь ну это даже не вопрос а вот вопрос а хвалу тебя надо сказать что ты молодец нет не полно это же нормально и правильно должно для христианина даже если бы не говорили за родители когда другие люди враждебное себе из-за них надо молиться усилить молитву это вопрос другой сегодня который на меня нападает я отдельно его не выделял молиться не выделял вот мне возмездие он напомнил что надо молиться прямо держимость самостоятельно и он еще не может объяснить я понял и вот по вопросу еще тогда крещение вот эпитемья крещение вот сколько я уже вот на жирка сказать женщина это ниже угодно и меньше так что тебе не пить имя нужно какая-то тебя какая-то священник наложит на что а перед крещением и крещение вот меня в три года в два года или в три крестили но крестовозвиженской общине и вообще не говорю храме города омска вот но там скорее всего вот так вот обливание еще скорее всего нигде не христили потом но потом еще есть такой отец отец константин колунов он русская истинно православная церковь он из московской патриархии перешел и видимо они скажи быстро отмахни комаров отмахни комаров заходи бегом заходите я за лодками за лодками уберите давай вот у нас тут запись идет осторожно запись подалась потуда где-то и вот отец он видимо под влиянием в вашей проповеди вашего благовестия они их тут же вот так спрашивают как тебя крестили обливанием хорошо давай мы тебя полным погружением покрестим но он как-то так все говорил мне мне я до конца не воспринял серьезно это ну как не серьезно не осознал вот что это такое и он это и они меня погружали три раза где-то в озере в лагерь также детский был на урале вот я там тоже а где он константин там еще каунов ноча старообрядческого пошел церковь он тяготел к старообрядчества у него такая лестовка была ну прямо как у старообрядцев с треугольником лестовка это еще не старообрядчество ну вот он как бы внешние признаки были такие а почему не в мешке володя а кто ложил всегда я в мешок складывал лодка должна быть в чехле в мешке вон наверху принимай но игнатик самое что интересное я ничего ну не почувствовал ничего вот это вот как погрузили меня все это нормально это считается да считается единственно у меня сразу искушение пошло сразу же на 10 приехал после лагеря к жене ну посетить их она и она такая ты все кто в раскол попал и уходи там ну вот там тоже другое ли сидели здесь что на секторе называется русская православная церковь вот это осколок от зарубежная ну и в тихи вот это все даже на богослов большой она слушает священников московской патриархии московской патриархии священников никого нету только они и система березко сталинская это они называют церковью ну да так и есть но церковь то не называешь что она только одна в этом она церковь еще существует что-то они гонимых катакомбников которых они предавали за церковь не считают а они самая церковь старобрядца на церковь не считают они церковь если священство вот и ну я понял то есть не забрал свой этот аппарат то сейчас я закрываю но про него то еще говорится если полное погружение было это настоящее крещение ну то есть мне они не это не стоит уже да никак не стоит а ты не можешь крещение едино не ну то есть это все вот и засчиталась как бы ну а как же ты а зачем ты шел то если не считалось так они со мной стали разговаривать объяснять мне вот то 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 я говорю ну хорошо давайте но я все равно вот вот когда я сейчас вот здесь прочитав ли ваши книги книгу вашу вот немножко вот об этом послушав вас по я вот сейчас уже ну осознал до конца что вот это осознавая креститься не надо осознавая понимает проси бога прощения там эпитемию что угодно но крещение это неповторимы акт если был погружен если не был погружен крещение не было свое трех пунктов это когда в плену в тюрьме вот и по клиник когда был тогда можно обливание на обливание тарасы надо его обливать раздеть и 3 раза полностью облить и сегодня обливание это никакого нету сегодня мокрой ладошкой погладил по голове это называют крещение вот обманщики пираты захватили корабль я так называю так еще ну вот меня то что вот развод был такой у меня заочно развили заочно заочно развили суд какой-то там произошел на урале меня это считается что это такое все еще так разводят она подала тебя еще искать будут сейчас все делается для того чтобы разведена было больше вот и по государственному он беззаконным считается законом а то что нас повенчали но она вот как-то не воспринялась скажем как не воспринял неверующая она была бы верующая она бы никогда не посигнула на развод если ты не изменял ей нет нет ну и все то есть это беззаконие и она не верующая совсем вот она отсюда и гонят теперь это кажется фургу волну то есть остается мазать и говорят я полю я остается моли молиться молиться об этом милостыне у рождение свыше и меня и ее добра ли все но в тебе пока это не знаю понимаешь от рождения свыше толкует объясняет это внутри это человек страхи божием он боится огорчить бога он о смерти говорит как дорогом и близком желаю разрешить и быть со христом а сегодня даже увидит как я голубя зарезал уже гостов штаны наклал от страха за того советует ходить там где похороны где казнят даже тогда казнили то при всех это впечатляет человека на осуждение на казнь ведут никто не скрывал а сейчас где расстрелить никто не видит а в китае открыто казнят мусульман открыто голову режет открыто перед всем народом и поэтому другие боятся а тут тайна 100 убили от 5 лет здесь он даже не знаешь что перед ним уже убитые они у нас как в россии всегда было если человек заболел раком ему не говорят лгут а в америке везде так и говорят такой-то стадии рак и надежды нет что приготовился завещание сделал отдал что есть то есть они делают правильному неправильно еще что еще что а вот имеет смысл отзывы взять вот кто в лагере бы вот отзывы но даже детей может родителей как дети их изменились вот если вот я не понял а вот также вот на видео записать он как я брал отзыву то у нас на тебя как ты почему я нет я вот у виктора у меня вопросы вот сложились некоторые такие я говорю виктор но ответь вот сдай отзыв об общине что для тебя община и вот так же отзыв сдать что для вас лагерут этот вот у родителей это дети можно у детей взять можно у их родителей это все у нас есть и родители и дети что говорят это суды были на суде выступали это все зафиксировано и в краевом суде находится нет ну а на видео то этого я не встречал было не было давайте сделаем на тихо ну а зачем у нас и родители тут не рядом нет никого ну вдруг при вот та же загуляева если приедет она мне сказали пожалуйста она много раз уже была она немного раз второй год дети то я сколько сколько второй год ну раньше там она была пускай два года это не пускай скажешь что за этот срок вот роботы до подробно ты давно здесь она же седьмой год уже если не больше места остальные ребятишки там что-то по дому помогают там дочка болеет или что-то прошлом году были четверо нынче только двое ну а эти то для нас они не нашего круга но вижу чтобы обествует мать она там еще одного родила в больнице я тоже вик вик века да с маленьким я ребятишек взял они бесплатно я должен кормить поить еще и воспитывать что для нас лагерь понятно что это детская область я хотел с вами поговорить от гляб горозовской его обвиняют в педофилии священника арестовали в тюрьме сидит нигде к ребятишкам я наказал близко не подходи если разрешили тебе играть в футбол играй бегать никому не прикасайся никогда ночью из к из комнаты не выходить там ведерко стоит это слишком дорогое удовольствие а я не бываю меня вы тут захватили не знаю как ну во первых возраст уже почти почтенный дальше это я это него это невозможно вот бывает обвиняют что-то человека и где-то и на меня тоже так а потом я говорю ты маленько разузнай кто я а потом будешь там наркотики или как когда он узнает он от меня шарахается я вручу да еще я говорю ты же из влипнешь и тебе ничего не доказать и ты проигранный было я к наркотикам к табаку отношусь крайне отрицательно еще бы его брал держал ко мне подсунут наркотики и скажу что были ну ты можешь совать мне тонну их вот они мое и зачем бы я делал дальше ты должен ход дать вот скажет я с ребятишками там ну что-то делает там и ребятишки ну допустим ну должно быть доказательство ночью я не бываю наедине ни с одним ребенком не бываю наедине при людях что-то нет а тогда садист вы избиваете было это проходили суд исследователи врачи обследовали и все это записано в книге нигде ничего нету даже фсб приезжала уберите из устава что есть физическое наказание проверили нигде ничего нет никакого на как вот сидят я за непослушание ложкой копу там не сильно я говорю вы найдите одного человека кого я восток нет я написал это написал и суд это оправдывает это не истязательство никакое там но я этого не сделал я чисто символически он наклоняется а я себе по столу вот так шлепну или себе по лбу сам то они сидят ну и все вот тут подход надо иметь считают меня вот исследует а где вы это учились где брали да нигде не учиться я просто живу с открытыми глазами открытым оком смотрю и беру вот этот японии канзио вот это английская вот это в австралии я много считаю поэтому я готова беру включая вот печка какая она огромная печь это я делал она очень много тепла дают но изобретать я не изобретал это уже до меня были голландка 40 лет пищником работал вот и все еще вопросы ну вот этот вот мне сейчас интересует больше меня ответил о лагере больше о вала лагере это воспитание детей помощь родителям диски вот это это так понятно что я выгоды то здесь никакой бесплатно вот сейчас 9 ребятишек привез семеро бесплатно полностью я должен заботиться поднимать учить купаться отвечают за жизни это сколько делов а перед богом сегодня от меня этот противящий состава меня да вы не можете так жить вам нужно что вокруг тебя кипела ягра становить давай ты обвиняешь меня вокруг меня кипела значит тебе это не нравится а у тебя кипит вокруг нет ну давай у меня кипит у тебя не кипит еще если бы ты холоден или горяч а ты теплый теплый и потом бог тебя за блевотина считает у меня всегда где бы я не не появился везде кипит вчера я пришел пораньше в храм никого еще нет я вижу храм зарос крапивой вокруг там это я на четвереньке пополз вокруг храма все выдрал и батюшка увидел меня я обернулся улыбнулся и продолжает дальше и замкнул там около школы где все выдрал крапиву все вокруг выдрал у меня с тобой перчатки по в каждый брюках праздничных и в таких почему а почему вы решили а я появился если я пришел будет по-другому если неправильно я не уйду пока не исправлю вот сегодня я тебе говорю как мне сейчас трудно сидеть надо отдохнуть после бани после вчерашних я не успеваю не все а сейчас приду после это тогда сидя только сидя подремлю меня лежащим днем жена не видела за 50 лет не разве у меня правило такое дальше будет хуже поэтому я должен выжать все что есть сегодня жить активно я город у меня он небольшой youtube-то но посещаемость я сейчас забыл сколько кажется 2500 что ли по просмотру 2 миллиона 500 миллиона уже меня пришли с их средством массовой информации пришел пришло свидетельство я говорю тебя сколько ни одного он еще сравнивает миллионы ни одного ну кого какой опыт а из-за того что я показал как голубей заколол вот он его тронула это так и начинает пык мы но за счет тебя это касается голуби мои оставлять их на зиму нельзя их не прокормить но я властен где-то я говорю мясо ешь я а скотину то кто колет тебе или как священник есть можно а колоть нельзя устав такой батюшка никогда не колет ему нельзя на охоте быть стрелять а уже дальше он все это сделать обдерет и котлетки сделает все это не искренне я не ем и не колю голуби мои я их убираю почему не нужно во вторых у меня есть кому отдать их никита с удовольствием принимает деликатес на мясо она не греховно и так я легко отвечу я не нарушил ни закон мне не ворованы они свои ты видишь сколько я не занимаюсь у меня каждый голубь научите и 8 наступила много я уже бракованных выбирал выбирал и еще много тогда стал брать самых породицах и стал резать и специально я говорю сейчас я режу перекрестился господи прости и увидит люди как роптать будут я уже заранее сказал все это там записано записано лицемеры ешь мясо кто тебе бы делал его если уж ты вегетариан если гринпису принадлежишь там или как-то пользуюсь одной синтетикой а это повеление божье до времени скотину имеем право колоть употреблять в пищу я скотину не колю у меня и нету на тихо начало не нужно будет вот но отправить что под отсюда тебя отправить охота а что ну не нет что отправить я имею ввиду ну там у батюшки может по заработать вот это а по заработать лучше матушке никто не заплатит если ты умеешь делать ты к ней подойди она тебе работу даст и заплатит она добрая в этом вопросе потом это понял а белобородов дмитрий еще раз звонил вам вот не так давно какой ну сомска тоже вот до зоне не давно второй раз надо вы ему благословили приехать не на 10 дней нет да не помню ладно а вот еще нужны если еще нужна сила вот живая я могу еще порекомендовать с кем поговорить по skype ну определите нужно ему суда не нужно помочь например с прудами не знаю мне так не вашу фото предлагал бы кто-то они сами просятся не но у меня есть человек который в принципе он бы это у него время свободного много он вообще он работает он не кем он на пенсии сидит но он зачем он нужен нет он на самом-то деле он рабов рабочий человек не нужен пенсионер здесь что стучится я держу газету и здесь мэр города наш баварин мы были в близких отношениях он входил в десятку лучших мэра в россии авто катастрофе погиб все помог от эти дома которые барнауле благодаря ему я имею суд закончится так вопросы надо уже это идти отдохнуть я бы сейчас я хотел так час еще остался сейчас ровно сейчас да сейчас ну ты ешь куда нет ну я все тогда закончил до послал уже женой помягче молись о сыне и у господь как-то усмотрит будь мужиком мужиком не подкаблучником не туда гонят ты сразу расскажи скажи ты не права здесь есть евангелие они тоже там поп тебе скажет я тоже могу на него сказать еще дальше будет у нас какая наша вера я благословлять его буду вот так